Если вдруг ты решил обновить свое устройство, то хочу тебе предложить воспользоваться сервисом e-каталог, который не продает товары, а помогает найти магазин с наиболее выгодными предложениями. На сайте присутствует возможность фильтрации товаров, также можно сравнивать выбранные товары и e-каталог покажет все характеристики этого товара. Отзывы, фотографии и даже видео вы сможете посмотреть. e-каталог это неотъемлемая часть ваших интернет покупок, ссылочка в описании. Вот она, вот она новая серия по мою твинку, всем привет друзья, это на самом деле внеплановый ролик по мою твинку, потому что я говорил, что твинк отправляю пока в отпуск. Я не хочу тратить свои нервы, потому что мне реально нечем контрить противника, у которых есть шарик, ну и там прикачанный воздух, потому что мой палач 3 уровня не вывозит. Заменить какую-то карту тоже нет смысла, потому что я уже запланировал играть с палачом. Но, в сундуке фортуны все так же его нет, то самый конченый сундук фортуны, который мог бы быть, вообще такие карты ужасные. Но я не могу просто сидеть и ждать пока, а вдруг завтра не будет, вдруг и послезавтра ничего не будет, так что теперь вообще не играть. Короче, я решил попробовать сейчас хога поднять на 9 уровень, ну и попробовать что будет с 9 хогом. Ну хотя бы хог может вытащить эту всю петрушку у меня на выше по уровню кубков, но не знаю. Все равно, если будут подбираться шары, все равно я буду страдать. Но от вас я попрошу всего лишь лайк, подписку. Вот гоу, соберем на этом ролике 10 тысяч лайков и мне в сундуке фортуны возможно выпадет сегодня палач, я его на следующий день сразу прокачаю. Потрачу гемов, для меня это не выгодно, я бы мог подождать более выгодную ситуацию для себя в сундуке фортуны. Но ради вас сделаю этот видос, запишу и потом еще закину гемов, потому что 3-4 тысячи гемов у меня не хватит выкачать эту теку, реально. Ну что, поехали, я вот хог уже был в магазине, я его прикупил. Поехали, прокачивать хога. Итак, очень рассчитываю, что вдруг мне повезет и выпадет палач. Почему у меня выпал гобблин с ротиками? А не хог, и сразу лего с первого сундука. Пришел за хогом, получил лего. Громо... О-о-о-о, слушайте, громовержец. Не, ну грома взять вместо палача это тупо. Короче, ладно, пока давайте открывать сундуки, а потом что-нибудь подумаю. Не знаю, может быть вместо торнадо взять громоверца. Хог, отлично. Поехали дальше. Варварская бочка, господи. Я очень рассчитываю, что мне, мало ли, вдруг выпадет палач. Случайно. Чисто случайно. Нет, это клон спел или варварская бочка. Жаль. Мне эти эпики не нужны. Мне нужен только хог. Банда гоблинов. Кстати, банда гоблинов тоже нормально, можно прокачать карту эту. Так. Но банда гоблинов бы зашла хорошо вместо бы элитных варваров. Но цель этого проекта играть именно с ними. Их, кстати, тоже я удивлен, что они мне еще не выпали в сундуке фортуны. Их тоже надо, кстати, прокачать. А то девятая комонки против одиннадцатых-двенадцатых не комильфон. Ну и что, хогушку нам осталось еще разок выбить. Да, сорок шесть карт, если выпадет. Да, да, как раз нам хватит. Отлично. Последний, последний сундук, походу, да. Если сейчас повезет мне, если удача, конечно, будет. Да, все, это последний сундук. Хог девятого уровня. Так, ну давайте прокачаем хогушку на девятый уровень. Блин, вот эту карту я люблю, вот реально. Класс, хог девятого левела. Скриншот. Ну что, попробуем с ним. Попробуем с ним тащить теперь. Так, ну, погодите. Погодите, пока еще я хочу... Блин, у меня сколько легендарок. Слушайте. Можно, знаете, как попробовать? Ну, это все равно плохой контр-воздуху будет. Если взять Громоверца вместо Палача, а Принцессу вместо Ледяного Духа. Вместо чего? Вместо чего Грома взять? Все, все такое дорогое. Вместо Пеки. Можно вместо Пеки попробовать, но... Блин, что-то мне страшно. Нет, вместо... Вместо чего? Вместо чего? Вместо Запа? Ммм... Ну, вместо... Вместо Запа... Давайте ради эксперимента. Ради эксперимента вместо Запа. Или вместо Пойзона. Не, блин, я не знаю, Грома куда... Он вообще сюда не вписывается. Реально. Вот армия скелетов здесь очень распространенная карта. И мне ее будет реально порой ничем дефать. Поэтому Зап тут не заменить. Короче, я подумаю не на видео. Возможно, куда-то и запихну его. Надо поэкспериментировать. На видос я не готов сейчас это делать. Поэтому пойду этой стандартной же декой. Но теперь с девятым Хогом. Ну, давайте посмотрим. Девятый Хог должен тащить, однозначно. Вот у противника, смотрите, Хог седьмой, а у меня девятый. Вот я должен тащить. Окей. Блин, да что ж такое? На клеточку выше Хога использую. А, нет, все нормально. Все хорошо. Так. Хог. И ледышку закидываем еще. Готовим зап. Так. Девятый Хог не дошел к башне. Ну, ладно, там пушка, две вышки было. Слушайте, а мне кажется, соперник неплохо играет. Уже второй Хог у него. Прикольно. Он быстро крутится, а я нет. Готовим зап. Он думает, капец, я... Капец, противник против меня, идиот. С элитками играет. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Принцесса, блин, как неожиданно. Капец, так много урона. Слушайте, ну он неплохо играет. Неплохо. Так. Сейчас бы... Сейчас подумать надо. Наверное, я выброшу Пеку. Выбрасываю Пеку, жду его Хога. Хога он выбрасывает, как я сейчас понимаю, просто в соло, поэтому с помощью торнадо буду дефаться. Я думал, он справа сейчас Хога выбросит. Так. Так, 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 так. Тут надо подумать. Ага, вот Хог. Тут используем просто торнадо. Нормально. Так, здесь забрасываем всадника на кабане. Оу, лол, зап. Неплохо. Неплохо. Так, тут Пойзон. Пойзон. Так, отлично. Минус пушка. И минус башня. Шикарно. Соперник мой, девятый Хог, просто забрал полностью башню. И еще, смотрите, переходит в атаку на три короны. Но нет, этому не бывать, поэтому ставим Пеку. Три короны я вряд ли заберу. Ставим Пеку. Так, тут у нас просто торнадо. Просто торнадо. И еще ледяной дух. Все, отлично. Минус Хог. Даже Фриз его не спасет. Так, тут забрасываю Палача. Тут забрасываю Палача. Так, тут интересно. Так, сейчас надо, наверное, выбросить вот так вот элитных варваров. Так, отлично. Тут выбросим Хога. Вот. Здесь выбросим Пойзон. Не, ну, реально, он тут мне проигрывает однозначно. Ему очень тяжело мне выиграть. В этом плане, да. Так, давайте. В принципе, я ему могу отдать одну вышку чисто из-за уважения к нему. Я не буду дефать, если он заберет. Жаль, если бы он зафризил бы сейчас слева, он бы забрал левую башню. Но я уже поздно среагировал на это. Торнадо надо было не использовать, отдать парню хотя бы одну башню. Спасибо. Хорошая игра. Реально, у меня уважение к моему сопернику. Это, кстати, эту колоду я еще помню давно, 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 когда фриз очень был популярный. И тогда не было легендарок, только ледяной колдун и принцесса была. Вот еще с тех времен я помню вот эту деку. Принцесса, хок, фриз и, по-моему, пушка, да. Это очень старая дека, 2.9 эликсира. Вот за это ему респект, что он на таких кубках играет этой декой. Потому что тут очень трудно выживать с такими деками. Тут такая помойка. Вот только таким дерьмом, как я сейчас играю, тут можно продвигаться. И с хорошей прокачкой. Согласитесь со мной. То есть, ой, ну сейчас посмотрим. Возможно, мне сейчас подберется такой соперник, чтобы наглядно показать, да, пример. Ну, вот это единственное, что лишь бы не шарик. Все что угодно, но лишь бы не воздушный шар. Ну, отлично. Пау. Так, минус палач. Хок. Пошел хок. Готовим сейчас еще ледяного духа. Потому что что-то на палача будет сейчас... Ах ты ж, блин, ледяного духа забрал. Ах, мега-рыцарь не затащит. Тем более, он не бьет моего палача. Запнул. Короче, вот это и минус трешечка. Это изи минус трешка. Смотрите. Чекайте. Так. Ах ты ж, блин, пеку забрал. Лол. Не, вот это он бандой гоблинов нормально сделал. А я вот это тупанул. Но все равно на три короны буду пытаться. Буду пытаться на три короны. Так, что делать с дровосеком? Что мне с ним делать? Сделаю вот так. Нормально. Так, ну пойду на три короны. 1500 хп, я думаю, спокойно добью. Тем более, я не увидел каких-то страшных карт у него. Вот если был бы пламенный, да? Был бы шарик. Хотя не факт, что у него шарика нету. То есть, может быть, и есть шарик. Так, ну поехали пеку. Хотя, немножко я сейчас поспешил. Если он сейчас мега-рыцаря справа кинет, мне нечем будет задефать. И, скорее всего, он готовит атаку справа. Мне это не нравится, друзья. Вообще, совершенно не нравится. Блин, походу, это так. Угу. Я тебя понял. Ха-ха! Я только сказал, не факт, что у него не шарик. Господи, игра, как я тебя ненавижу за такие моменты. Просто, просто идите в жопу, в Суперселл. Я серьезно, меня так это бесит. Вот я серьезно. Ай, блин. Просто у меня нет злости. Нет, даже не так. У меня уже нет сил бомбить на этот счет. Просто реально уже надоело. Ну, какого хрена шарик мне подобрался, блин? Ладно. Ну, вы просто... Я уже не буду обращать внимания так сильно. Вы просто следите за моим твинком. И до того момента, пока я палача не прокачаю, вы просто следите за колодами, которые мне подбираются. И делайте выводы. Друзья, буду завершать, наверное, выпуск. 33 кубка мне все равно не дадут за последнюю каточку. Если хотите больше онлайн-атак и больше видео и стримов по моему твинку, гоу больше лайков. Соберем 10 тысяч лайков. Я, возможно, с этой прокачкой сегодня проведу стрим. Хотя я не сильно хочу, но прокачка у меня хорошая только вот в этих картах. Вот. Вот, три карты у меня топ. Прям перекачивание, прям ух. Остальные, даже, вот, не все турнирные. Вот, зап, ледяной дух, палач. Вот это страдает. Это подводит мою целую команду. Но, в целом, играть, конечно, можно. Но, вот, если бы не одно но. Если бы не вот эти шарики. В них реально очень трудно дефать. Но, в целом, можно, в принципе, еще поднять немножко кубка. Но на 3800 пока я закидывать не хочу свою, ну, эту цель. Пока что жду палача. Потом, естественно, изи 3800. На этом буду завершать. Спасибо, что смотрели. Удачи вам. Хорошего вам настроения. Подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok